А вот вы все-таки зря думаете, что я не прав. Да, мы одержали победу, да, пока маленькую, но никто и не говорил о большой. Потому что любая большая победа складывается из сотен побед в маленьких баталиях. Вот о чем я говорил, не только я, но и многие мои коллеги. Вчера мы сделали то, что давно должны были сделать. Мы собрались, вышли, мы надрали задницу. Вот этим вот прекрасным людям, называющим себя хозяевами страны, это только начало. Да, конечно, многим из нас хотелось, чтобы мы одержали победу уже сегодня. Но так не бывает. Даже в лишней хромосомии. Потому что, ну, даже на примере футбола, для того, чтобы выиграть Кубок Мира, нужно пройти кучу отборочных состязаний. Сыграть там кучу каких-то не очень важных игр. Хорошо сыграть только после этого. Может быть, мы выйдем куда-то. Вот с этого надо начинать. Мы начали. Самое главное, что мы сделали, мы испугали этих упырей. И они теперь будут думать, что с этим совсем делать. Ну, а у нас есть время. Завтра подробнее об этом поговорим. Пока послушайте, Юля, она действительно сделала классную программу, интересную. Поехали! Я просто спросила, а вы уже занервничали. Департамент конкурентной политики Москвы собирается спонсировать нейтрализацию негатива, потратив на это почти 100 миллионов рублей. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Молчание золота и гарантия существования вашего аккаунта. На этой неделе на сайте госзакупок появился новый тендер от Московского департамента по конкурентной политике. На этот раз заказчик просит почти за 100 миллионов рублей обеспечить ему качественный пиар и количественное освещение деятельности департаментов СМИ. Перевожу. Если ты суперспециалист, умеешь не только грамотно начитать радиоролик, но и не менее остренько пощекотать комментарии неугодных пользователей, то тебе к нам. В общей сложности департамент собирается выпустить 230 продуктов в области СМИ. При этом одним из основных требований заказчика является обязательное введение соцсетей. Там все просто. Сидите вы такие пропитанные патриотизмом в своей комнате в общаге и нещадно так трете комментарии людей, призывающих к переменам в России. Кстати, если есть что ответить, то это тоже приветствуется. Главное – мысль свою уложить в рамки патриотического воспитания. Если таких навыков нет, просто жмете кнопку «банить». Это тоже не возбраняется. Кстати, на этой неделе стало известно, что и Роскомнадзор тоже собирается внедрять систему автопоиска, запрещенной в СМИ информации. На это ведомство потратит 58,5 миллионов рублей. С именем для системы долго не морочились. Решили, что называться она будет «мониторинг информационных ресурсов». В ее обязанности будет входить отслеживание публикаций запрещенной информации, сбор ссылок на источники, а также анализ мнения автора комментария. Негативный, нейтральный или позитивный. Хвангую, что юмор, сарказм и иронию система распознавать не сможет. Поэтому вооружаемся здравым смыслом, добавляем в него щепотку креатива, чуть-чуть хорошего настроения. И вуаля, комментарий готов. Причем готов в обход всех правил и требований. А я, друзья, если честно читаю эту новость и думаю, так у нас же каждый месяц какие-то закупки. Все в одной и той же плоскости. Но думаю, может, я что напутала? Открываю интернет. И нет. Буквально в июле этого года Москва громко заявила о финансировании системы мониторинга. На эти цели планировалось потратить 540 миллионов рублей. Причем в этом году власти решили расширить функциональную систему и направить ее на мониторинг Instagram, Facebook, Telegram и YouTube. Вся информация о московском правительстве будет храниться в системе вместе с именем автора поста или новости, количеством его друзей или подписчиков, а также вместе со всеми лайками, репостами и комментариями. И вы все еще верите в конституционную 29-ю статью? О чем вы, друзья? Они не создают мониторинг проблем страны. Они не хотят знать, где незаконно вырубают лес, а где наживаются на взятках. Они хотят знать, что мы о них думаем. И на это они тратят бюджетные деньги. Уважаемый Кремль, а хотите я подскажу вам способ и лучше, и дешевле? Подпишитесь на канал Ермак Медиа, реальная журналистика и еще с десяток тех, кто недоволен нынешней политикой. И вам все станет понятно. И какой дорогой пойти и в каком направлении двигаться. А сэкономленные деньги потратьте на новые выплаты. И желательно не перед очередными выборами. Окей, Google, а где Google? Эта неделя стала для россиян особенной. Для большинства это ожидание перемен. Для меньшинства, вы понимаете какого, ожидание победы. Что возьмет верх, узнаем уже на следующей неделе. Но в преддверии выборов, буквально с понедельника, начались нападки на офис компании Google. И пока одни приставы собирались в принудительном порядке обязать компанию выполнить решение Московского арбитражного суда по удалению ссылок на сайт умного голосования. Другие столкнулись с полным непониманием. После чего были посланы на три буквы. В США. Ну потому что пришлось просить денег, которые в качестве штрафа были выписаны судом не по адресу. Если, соответственно, не касается компании Google, там непонятно, у нас такой нет в Российской Федерации. Если это касается компании Google L.U.C., но Google L.U.C. находится в Соединенных Штатах Америки. И по данным федерального обоисклубника, представитель сериала нет. Ну да, ну да. Наши приставы в моменте списать корректно сумму-то со счета не могут. А вы заставили их потребовать заплатить штраф. Причем сразу в 32 миллиона рублей. Интересно, на что рассчитывали официальные лица? На то, что деньги американская компания держит в российских комодах российского офиса? Или собирались описывать имущество? И то, и другое. По-моему, большой бред. Но знаете, что самое интересное? В этой ситуации большинство россиян встали на сторону поисковика. И это вовсе не про предательство. Это про здравый смысл, который российская верхушка потеряла вместе с совестью. То есть, как российские компании выводить за рубеж, это нормально. А как зарубежные нас проигнорировали, так сразу вопли и цирк с конями. Простите, с приставами. Короче говоря, троллинг удался. Но в игру включился и Ростелеком, который предложил запретить к использованию абонентами серверов Google. Видимо, решил прогнуться перед Роскомнадзором, который ранее сообщил о причастности Apple и Google к внешнему вмешательству выборы. Это пиздец, друзья. Это тот случай, когда фантастика граничит с шизофренией, а в результате страдают обычные россияне. Ну и надеюсь, вы как бы поняли, к чему все это ведет. Уж не к тому ли, что в случае проигрыша партии власти выборы будут признаны нелегитимными из-за вмешательства третьих лиц. Ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Устранением конкурентов и новым голосованием. Кстати, пробив очередное дно, а вместе с ним и стены, и потолок, единороссы в очередной раз спустили на себя всех собак. Что-то вроде сидите дома, мы сами все заполним. В Ульяновске местные жители были поражены наглостью единоросса Третьякова, оформившего свой агитационный материал в формате избирательного бюллетеня. На нем он заботливо проставил галки и подписал «Избирательный бюллетень, заполненный иначе, считается недействительным». Вы поняли, да, что в итоге получилась такая латентная форма инструкции по заполнению бюллетеня? Типа «Те бараны, что блеют по расписанию, примут его за чистую монету» и, подав свой любимый клич «Бл***ь», отправятся выполнять приказ. Для остальных же подобный креатив должен сказать об одном – как бы вы не проголосовали, действительным окажется только тот бюллетень, где галки проставлены. Правильно. Дай угадаю партию, неужто единая Россия? Она родимая, неожиданно, правда? Под Красноярском местный депутат Меслим Аббасов решил, что теперь ему все позволено и захватил территорию местной деревни. И неплохо так захватил, вместе с единственным в селении – озером. Летом он обнес его забором и устроил там частный пляж, лишив местных жителей возможности и купаться, и рыбачить. Когда вопросом заинтересовалась прокуратура, выяснилось, что в собственность депутата земля попала незаконно, после чего началась процедура признания сделки недействительной. В отместку депутат осушил пруд и решил засадить участок картошкой. Типа так не доставайся же ты никому. И что самое интересное, в своем поражении единоросс винит партию ЛДПР, которая, по его мнению, очернила и его самого, и его партию в глазах местных жителей. Да-да-да-да. Видимо, высокий забор и шезлонги у края озера поставили те же ЛДПРовцы, а местных жителей к водоему не пускал сам лидер партии Владимир Жириновский. Но как бы там ни было, об отношении Абасова сегодня прокуратура возбудилась повторно. На этот раз за незаконное осушение водоема. Вот она сказка про лесу да зайца, с их лубиной да ледяной избушкой в действии. Пустишь к себе на территорию единоросса, а он и полдеревни оттяпает, и пруд твой высушит. Вы на канале Реальная журналистика смотрите очередной выпуск Вести без Киселева. А я напоминаю вам, что на нашем канале Ермак Медиа в эфир уже вышел второй выпуск новостей. Помимо этого вас ждет бомбическое расследование наших журналистов об уральском олигархе, который травит природу и в прямом смысле слова убивает людей. Все это вы сможете увидеть только на Ермаке. Переходите по ссылке в описании, выражайте симпатии, подписывайтесь. В комментариях пообщаемся лично. Хорошими делами прославиться нельзя. Теперь об этом мы знаем не только из известного мультфильма, но и из реальной жизни. В Ростовской области активисты, который пять лет ремонтировал местные дороги за свой счет, запугали штрафами. Только в августе прошлого года неравнодушный горожанин устранил около 30 ям и пробоин на дорогах города, но поблагодарили инициативного жителя только автомобилисты. Глава их радость не разделил, указав, что подобные действия могут привести к административному наказанию и предложил немедленно прекратить осуществление деятельности. Ну конечно, гражданин Титов, что же вы такое делаете, а? Работаете не покладая рук, деньги свои личные вкладываете, а ведь администрация города из-за вас освоить деньги на дорожный ремонт не может. Приезжает вышестоящее руководство, смотрит, дороги целы, идеально ровны, смысла выделять деньги нет. И вот уже пять лет не выделяет с тех самых пор, как вы и начали свое благое дело. Нехорошо товарища своего ближнего так подставлять. Если у вас денег в избытке, то это не означает, что и у вашего главы тоже. А потому успокойтесь уже и дайте возможности ямам образоваться, а чиновникам на них нажиться. Кстати, что-то подобное произошло и в Красноярском крае. Там за ремонт театрального туалета, предназначенного для актеров и зрителей, уволили режиссера Дмитрия Туркова. Оказалось, что руководство поселка осталось недовольным высвечиванием проблемы их деятельности. И вновь, вместо того, чтобы выразить благодарность, инициаторы благоустройства просто злили. Это Россия, детка. Здесь адекватный и правильный человек, враг системы. Ну а у меня на этом все, друзья. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова